Рассмотрим жесткий диск с ноутбука Lenovo с его неисправностью, а именно медленное чтение данных. При попытке программы сканирования битых секторов оказывается, что они как будто все битые, на самом деле такого быть не может, хоть какие-то секторады должны быть живые, если конечно же жесткому диску совсем не конец. Ну ладно, суть не в том. Первым делом нам нужно посмотреть на плату, контролирующую процессы в жестком диске. Откручивается она шурупами с помощью фигурной отвертки, иногда бывает просто крестообразная отвертка. Я уже все выкрутил, здесь их было раз, два, три, четыре, пять и вот шестой. Докручиваем. Далее снимаем плату управления и нам нужно посмотреть ее состояние. А самое главное это контакты. Как видно, здесь все контакты окисленные, что и могло приводить к неверной работе диска. Сейчас с помощью ластика зачищаю контакты аккуратненько и потом покажу результат. Итак, зачистил контакты на управляющей плате. Вот теперь как они выглядят, совсем другое дело. Окисла теперь нет. Также аккуратненько зачистил эти контакты на самом жестком диске и вот эти вот контакты заодно, хотя они были чистые. Заодно с помощью ватной палочки обезжирил эти контакты, чтобы окислялась намного медленнее. Соберу и продолжим. На место также были зачищены контакты SATA интерфейса и его питание пластиком. Также то, что очень здесь заинтересовало в этом жестком диске, то, что он уже вскрывался кем-то, так как отсутствует наклейка и видно немножечко помят корпус чуть-чуть. Надеюсь, что его не били. Хоть диска читается, то есть это понятно, что диски раскручиваются, головка читает, значит в принципе туда лезть не надо. Но все-таки на всякий случай, ради интереса, мы вскроем крышечку, так как она помята, и посмотрим на состояние жестких дисков и головки чтения. Крепится она на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь болтов, точнее шурупов. Откручиваем с помощью той же фигурной отверточки, имеющую в себе шесть граней вроде бы. Откручиваем и посмотрим состояние. Чтобы все шурупчики выкручены, аккуратненько снимаем корпус. Очень аккуратно, чтобы не задеть магнитные диски. И смотрим на состояние. Очень важно, чтобы магнитные диски были не подраны головкой. Также не было присутствия пыли, а так как его уже вскрывали, значит пыль здесь вполне могла быть. В процессе эксплуатации, даже если магнитные диски в порядке, они обязательно поцарапаются из-за пыли. Смотрим на то, чтобы головка для чтения дисков была в своей бухте, а не где-то по центру диска. В данном случае так и есть. Находится она в бухте. Диски в принципе не в пыли. В принципе не видно механических повреждений. Но там еще под низом еще один диск есть, поэтому мы можем просто это не увидеть. Но все остальное уже в процессе попытки эксплуатации. Посмотрим, как он будет работать. Попытка эксплуатации нашего жесткого диска была. Ноутбук его не увидел. Точнее увидел, но не стал с него запускаться. Следующее, что стоит с этим диском сделать, это проверить его на наличие битых секторов. Ну и исправить их, если такая возможность будет. Это мы сделаем с помощью программы Виктории. А также я думаю, что это будет отдельное видео как руководство по тому, как проверить жесткий диск на битые сектора. А это видео мы оставим как пример профилактики жесткого диска. Ссылочка будет на следующее видео в описании. Смотрите и это видео, и то. Я думаю, что они вам помогут разобраться с вашим жестким диском. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»